Икота – одна из проблем в организме человека, которая способна создать определенные неудобства. Почему она появляется и как избавиться от икоты – расскажем в сюжете. Икота – это довольно неприятное нарушение функции верхнего дыхания, которое возникает по разным причинам. У народов с икотой были связаны свои поверья. На Руси икота считалась проявлением нечистой силы или порчи, а немцы верили, что от икоты помогает вырезанный из бумаги приложенный колбу крест. Англичане для избавления от икоты крестили указательным пальцем правой руке носок левой ступни. Самый длительный приступ икота случился у американца Чарльза Осборна, который начал лыкать в 1922 году, а закончил в 1990, когда ему было уже 96. То есть приступ икота у него длился целых 68 лет. На самом деле причин для начала икоты может быть множество. Самыми распространенными из них является переедание, которое влечет за собой растягивание желудка и употребление пищи в спешке. Питаясь в быстром темпе, вы не только можете навредить своему желудку, но и заглотить вместе с пищей или жидкостью избыточное количество воздуха, которое впоследствии и станет причиной возникновения икоты. Кроме того, ее может вызвать грыжа или воспалительные процессы в пищеводе или печени. Практика показывает, что при токсичном отравлении икота считается довольно распространенным явлением. Но если проблема кроется в нарушении работы пищеварительной системы, то дыхательные упражнения здесь уже не помогут. Лучше съесть что-то сладкое, например, ложку сахара или меда. Но существует мнение, что избавиться от икоты может помочь не только сладкое, но и кислое. Поэтому попробуйте пожевать долику лимона или выпить воды с лимонным соком. Если съесть лимон в чистом виде, вам не под силу. Нередко в борьбе с икотой помогает лед. Выпейте воды со льдом, либо просто рассосите кусочек льда и через несколько минут икота прекратится. Некоторые предпочитают класть грелку, наполненную льдом, на область диафрагмы, что тоже весьма эффективно. Многим справиться с икотой помогает довольно простой метод. Слегка потяните себя за язык, взяв его большими и указательными пальцами рук. Но здесь главное не переусердствовать и не нанести себе травму от сильного рывка. Есть и нетрадиционные методы избавления от икоты. Например, щекотка. Считается, что если рассмешить человека, то икота пройдет сама по себе. Суть метода заключается в том, что во время щекотки нужно всячески сдерживать смех. А следовательно и дыхание, что поможет восстановить его и излечить икоту. Другой не менее странный, но эффективный способ – это напугать мученика. В таких случаях главное не перестараться, ведь испуг может повлечь за собой нежелательные последствия в виде психических расстройств и заикания. Кристина Смирнова, Сергей Мякишев. Тюменское время. Субтитры создавал DimaTorzok